Всем тихой ночи! В прошлом видео большинство комментариев было за чтение рассказов про неудачных скульпторов, так что вот и четвертая часть этого чтения. Правила остались те же. Судя по всему, Господь откликнулся на мои молитвы и дал мне силы помочь человечеству. Он не спасла мне видение, где объяснял мне, что я стану новым Христом, новым Спасителем. Фактически теперь я Бог, снова пришедший заплатить за грехи человеческие. Мне придется пройти по тем же священным тропам праведных поступков, по которым шел Сын Господень. Буду исцелять, проповедовать, наставлять, нести знания Божьи. С теми способностями, которые я имею, это будет не так сложно. Я знаю, что найдутся те, кто будет желать мне смерти, но я понимаю, что находятся за ее гранью, и значит смогу воскреснуть. Сколько бы раз меня не убивали, я буду милосердно щадить заблудших и воскресать, пока весь мир не познает Божье Слово. Ничто не остановит меня на моем пути в рай. Или, возможно, я ошибся в каких-то теологических вопросах. Ладно, сие не важно и тленно. Мой путь начинается. В фонд начали поступать сведения о возникновении мощной православной миссионерской общины в городе. Необычной являлась ключевая фигура – основатель, который на глазах толпы прихожан и прохожих творил чудеса. Излечение больных наложением рук. Всего излечено человек. Дубликация хлеба и других продуктов в цели накормить бездомных. Общая масса созданных продуктов питания составила… После стандартной проверки достоверности информации в окружение настоятеля был внедрен сотрудник фонда – агент. Передаваемые им данные позволили сделать вывод, что субъект является зеленым скульптором, который действует согласно своему представлению о поведении мессии христианской религии. Захватить скульптора не удалось из-за его способностей. Оперативники бросили оружие и упали на колени, как только попали в поле зрения субъекта. Попытка физического устранения при помощи снайперского оборудования также не дала положительного результата, а привела лишь к обретению субъектам еще большей популярности – скульптор в воскресных глазах у толпы. Чем больше рос скульт Нового Христа, тем больше проявлялись его возможности. Предположительно подсознательно он стал вызывать многочисленные катаклизмы – землетрясения, извержения вулканов, нашествия земноводных и насекомых. Резкое изменение движения цикла Луны привело к мощному цунами, которое сопровождалось продолжительным и преждевременным солнечным затмением. В связи с резко ухудшившейся обстановкой, фондом в кратчайшие сроки был разработан и приведен в действие план. Идея была почерпнута из проповедей субъекта. Фонд, отталкиваясь от истории распятия Христа, описанной в Библии, попытался воспроизвести ее ключевые моменты в реалиях современного мира. Внедренный агент, который к этому времени стал одним из учеников скульптора, вывел на него группу МОК Ересиархи, которая провела захват в момент их взаимного объятия. Далее скульптор был осужденно приговорен к смерти через расстрел. Ни на момент захвата, ни на момент исполнения приговора субъект не пытался сопротивляться. Спустя дня после приведения приговора в исполнение, тело субъекта исчезло из морга. Катаклизмы прекратились, а культ Нового Христа быстро утратил популярность под напором традиционной церкви, которая с подачи фонда осуждала действия субъекта, как очередного шарлатана и отступника. Кто вообще придумал этот план? Такое чувство, что его не аналитики готовили, а трехлетние дети. Мир во всем мире хар для слабаков и домохозяек, только сильный. Хочешь крышу над головой? Дерись. Хочешь есть и греться на солнце? Дерись. Хочешь жить? Дерись, дерись, дерись. До последнего вздоха, до последней капли крови. И тогда, возможно, я обращу на тебя свой взор, и мы встретимся в Вальгале. Я испытываю тебя. Я самый великий из всех воинов. Никому не удастся победить меня, но ты можешь доказать мне свою доблесть. Я пропущу тебя. А теперь время поднять кубки и сойтись в славной драке. Данный текст был обнаружен во время просмотра документов, содержавшихся в ежедневно осматриваемом ящике для жалоба предложений, висевшем на двери кабинета администратора зоны. Доктора К. Напечатанный на листе белой офисной бумаги А4. Он поначалу был принят за чью-то неудачную шутку, но после последовавшего, вслед за первым, примерно через 7 часов послания, записка и её копия были внимательно изучены в лаборатории зоны. Было установлено, что в обоих случаях появление записки в ящике никто не подходил к двери кабинета и не вкладывал записку в ящик, что подтверждает материалы видеонаблюдения и личные показания администратора зоны. Материал, на котором был написан текст, способен без следа поглощать любой написанный, напечатанный или нацарапанный текст и толерантен к любым химическим, физическим и термическим воздействиям. На листе после начала его изучения стали появляться символы, написанные тем же шрифтом, что и текст послания, представляющий собой фразу на современном английском языке. Стало очевидно, что автор записки использует из бумаги, как средство общения и пытается выйти на контакт. Было решено привлечь к эксперименту доктора Алана Зиммера, доктора социологии и опытного софиста. Текст диалога между доктором Зиммером и неизвестным автором послания, перевод с английского. Доктор Зиммер, приветствую, что ты хотел сказать, когда прислал нам это послание? Неизвестный. Что хотел сказать я? Вы настолько тупы, что не понимаете того, что я пытаюсь донести. Я хотел, чтобы все знали, каким я вижу мир. Мир – это война. Дерись или тебя сожрут? Дерись, и ты будешь человеком. До конца. И говори смело прямо в лицо. Иди до конца. Я испытываю тебя. А если ты слышишь выйти в поле и сказать за себя, то тебе не место под этим солнцем. Доктор Зе. Возраст около 20 лет. Чувство собственного величия. Комплекс в сфере неудовлетворенности собой. И истекающий из этого культ силы. Итак, чего же вы хотите и зачем вы прислали нам это сообщение? Неизвестный. Ты туп как пробка. Ты не понимаешь сути моего мировоззрения. Ты отвратительный черв, копошащийся в грязи. Не способен на что-то, кроме шипения из-за угла. Ты омерзителен в своей недальновидности и скудаумии. Я спрашиваю тебя. Раз ты начал этот дурацкий разговор со мной, ты готов выйти против меня и отставить свою честь в великом бою насмерть? Выйди в поле и скажи мне это прямо в лицо. Зиммер. Помимо прочего, неплохая начитанность. Поверхностное увлечение скандинавской мифологии. Скорее всего, по современным романам. Что касается того, чтобы принять твой вызов, то я не знаю твоего имени. Возможно, ты не знал, но правила дуэли запрещают драться с незнакомцами. Назовись. Неизвестный. Меня зовут Уильям Бен Джойц Клаузен фон 13. А теперь немедленно выйди в поле. Иначе я клянусь оденом. Я разнесу на атомы тебя и эту комнату. И это отвратительное место, где ты находишься. Сейчас дерись. Не на жизнь, а на смерть. До последней капли крови. Ты трус. Зиммер. Где и когда ты готов встретиться со мной? Неизвестный. Где и когда угодно. Но лучше прямо сейчас. Прямо здесь. Ты готов принять смерть от моей руки? Ничтожный ублюдок бешеной собаки. Или по-прежнему будешь отгораживаться тупыми разговорами? Зиммер. Зиммер перебивает, как только начинает писать. Проявления надписей неизвестного останавливаются. В таком случае, почему бы тебе не сделать это прямо сейчас? Неизвестный. Дай только добраться до твоей физиономии. И я сделаю с тобой такое? Зиммер перебивает. Так себе нужно меня увидеть? Неизвестный. Да, не переживай. Уже скоро. Зиммер. И у тебя все еще ограничены способности по перемещению и появлению? Интересно. Неизвестный. У меня хватает способов и без того, чтобы добраться до тебя. Ты дерьмовый. Зиммер перебивает. Но способ пройти через нитро-гидратные слои защиты всего один. И он тебе известен. Неизвестный. Чего? Проходит 2 часа 39 минут. Доктор Зиммер постепенно заставляет рассказывать субъекта о себе. Аналитики зоны. В спешном порядке, собранные в аналитический отдел. Воссоздают психопрофиль оппонента доктора. По описанию выясняется точное местонахождение субъекта. Это пригород Москвы, называющийся мытища. По установленному адресу выехала спецгруппа, специализирующаяся на поимке и устранении разумных SCP. Зиммер. Итак, ты силен, храбрый, обладаешь сверхспособностями. Вечно молод и богат. Что тебе еще надо? Неизвестный. Мир полон мерзкими трусливыми отродьями, не знающими слова доблесть. Их нужно уничтожить. Они не имеют права жить. Пусть они очистят этот мир от своего мерзкого духа. Зиммер. Знаешь, думаю, это нереально. Неизвестный. С чего ты взял, старикашка? Зиммер. А теперь давай взглянем на вещи реально. Ты пацан, сидящий у себя дома совсем один. Без друзей, с пьющей матерью и без отца. В школе тебя регулярно чмырили, поэтому ты уже не способен давать кому-то сдачи. Тебя хватает только на флут в интернете и на подбрасывание записок. Ты думаешь, что реально можешь изменить мир? Не пари чушь. Долгая пауза. Зиммер. Николай. Установленное имя субъекта, написанное на русском языке. Николай. Чего? Тоже на русском. Зиммер. Что ты делаешь? Николай. Думаю. По времени этот период совпадает с тем моментом, когда группа проникает в многоквартирное здание, где живет субъект. Николай. Погоди-ка, тут мамка пришла. Сейчас открою ей, там продолжим. Спустя 14 секунд, согласно отчету агентов, проводивших операцию, сигнатура объекта появилась перед входной дверью. Поскольку аналитический отдел высказал предположение, что указанный субъект может оказаться зеленым типом, то в опергруппе был разрешен огонь на поражение. Субъект был уничтожен посредством прикрепленного к входной двери заряда взрывчатки. Официальным прикрытием было объявлено случайное срабатывание самодельного взрывного устройства в квартире. За проведение операции личный состав опергруппы был награжден денежной премией. Доктору Зиммеру был предложен внеочередный отпуск и повышение оклада. Но ознакомившись с отчетом опергруппы, он отказался. Официальных комментариев от него не поступало. Здравствуйте. Нет-нет, не надо нервничать. Я ничего не сделал. Только двери закрыл и убрал камеры. Пока мы говорим. Так, предосторожность. Уж извините, что я без стука, но я хотел поговорить на чистоту. Знаете, я к вам за советом. Я, как вы говорите, скульптор. И у меня дилемма. Я не знаю, как поступить. Я поначалу себя очень осторожно вел. Занимался в основном личными мелочами. Не хотел, чтобы кто-нибудь заметил. Да и зла, в общем-то, никому не хотел. Потом я стал искать информацию. Долго искал. Обстоятельно. И многое понял. Я знаю, как обычно кончают скульпторы. Либо с мозгами на бекрейн. В персональном мерке дурдоме. Либо с мозгами по стенке. Привет от снайпера. Либо у вас на привязи. Ну да, только я парень предусмотрительный. Иллюзий не питаю. Не хочу ни так, ни сяк, ни этак. Не хочу гнобить других. Не хочу бегать от вас. Но и под вами ходить тоже не стану. Тут дельный совет нужен. А к кому пойти за советом, если не к совету? Мы ведь с вами пока еще не враги. Что же мне с собой делать? Это был беспрецедентный случай в нашей практике. Скульптор реальности не только вышел на нас, но и предложил мирные переговоры. Относительно мирные. Он материализовался на заседании Совета О5. Блокировал двери и видеонаблюдения. Фактически взяв их с заложники. Видимо, он полагал это дополнительной гарантией безопасности. Переговоры затянулись. Приемлемые для нас варианты не устраивали зеленого. А приемлемые для него категорически не устраивали нас. Обсуждение альтернатив заняло почти двое суток. С перерывами. В качестве аргументации выдвигались различные сдокументированные случаи с практики фонда. А также сведения, полученные от некоторых SCP. В конечном итоге, консенсус был найден. Скульптор согласился на добровольную консервацию до наступления исторического периода. Достаточно подготовленного для присутствия в нем свободно действующего зеленого типа. Событие, присутствующее в одном из вариантов будущих фонда. Информация получена через SCP. Консервация через сверхъестественные способности скульптора была признана недопустимой. Практика показывала, что переход на четвертую стадию практически неизбежен. И у зеленого может появиться соблазн расконсервироваться раньше срока. Таким образом было принято решение использовать креонику. После того, как скульптор телепатически просканировал сознание совета и не обнаружил намерения причинять ему вред его замороженному телу, он согласился с данным вариантом. В настоящий момент субъект хранится в креокамере зоны под индексом SCP. Примечание. Доктор Клеф со служебными обязанностями посетил зону. Через 3 часа 15 минут после отбытия доктора произошло нарушение условий содержания объекта класса Кетер, вызвавшее взрыв на складе экспериментального вооружения и значительное разрушение в зоне. Утеряно несколько объектов, в том числе и SCP. Субъект признан нейтрализованным. Доказать вину доктора Клефа в инциденте не удалось. В настоящий момент принято считать его несчастным случаем. Вы это серьезно? Он лживый подонок, ненавидящий зеленых. Ему ничего не стоит ради одного из них снести ползоны. Доктор Э... Я как раз заканчивала новый рассказ, когда это произошло. Меня посетил призрак. Он сказал, что недавно был живым человеком, способным изменять реальность сообразно своей воле. Однако нашла силу, сомневшую его уничтожить. Последнее, что он успел сделать перед тем, как взрыв уничтожил его бессознательное тело, послать сообщение кому-нибудь из столь же одаренных, чтобы хоть кто-то мог выжить. Оказывается, во мне дремлет талант скульптора реальности, пока я его не заметила. Но теперь непременно его раскрою. А уж знание о наших врагах, фонде и ГОК, поможет мне жить столько, сколько я захочу. Я придумаю, как мне спастись. У нас, писателей, всегда была хорошая фантазия. Ну, разумеется, как же я сразу не догадалась. Хотя читала столько раз. Филактерии, ну или крестажи. Я поступлю умнее. Зачем расщеплять свою душу? Нет, лучше оставлять память. Память о себе. Записывать информацию внутрь любых предметов. Мое тело восстановится от любого повреждения. Ведь у него столько якорей. Обо мне станут помнить вещи по всему миру. Они нашепчут ветру и земле, какой я была. Расскажут молекулам, в какие комбинации нужно собраться. И разумеется, зачем выбирать какие-то хрупкие безделушки и прятать их за сто замков. Я пройду по миру и буду оставлять за собой след в памятниках природы и архитектуры. Тех, что всегда восхищают взоры и стоят на века. Что-нибудь да останется. Действия очередного скульптора реальности имели несколько наглый характер. В лесопарковой зоне города. Появились эльфы. В канализационной системе обустроились орки. Наконец, в пригородной зоне развернуло ширкомасштабное сражение между ними. Вследствие крупных жертв среди мирного населения, фондом была послана группа агентов для обнаружения ликвидации скульптора. Поначалу ликвидация была признана успешной. Зелёная была застрелена из снайперских винтовок на выходе из своего дома. Однако, вскоре после её смерти, от филиалов фонда со всего мира начали поступать сообщения о появлении новых и новых скульпторов. Все их описания были идентично убиты. Положение было признано критическим. Ведь такое огромное количество зелёных незамедлительно могло привести к концу света класса ZK. Было установлено, что убийство каждой из новоявленных скульпторов приводит к появлению и всё новых копий. Несколько копий скульптора вышли на контакт с фондом. С их слов стало ясно, что возрождение осуществляют памятники природы и архитектура по всему земному шару. Дома, статуи, горы, пещеры и реки. Зелёная пыталась таким образом обезопасить свою жизнь. Но возрождение произошло не так, как она ожидала. Вместо того, чтобы появиться в одном определённом теле, она появлялась везде, где была. Но несмотря на множество тел, сознание скульптора не могло копироваться и дробилось с появлением каждого нового воплощения. По её словам, это приносило ей тяжкие страдания. Организация предложила ей выход из ситуации. Стереть память о ней и у всех мест воскрешения. После того, как предложение было всё-таки принято и выполнено, фонд приступил к ликвидации оставшихся копий. В нём самой зелёной поневоле пришлось принять участие. Местонахождение многих из них оставалось неизвестным. На данный момент все копии считаются ликвидированными. Трудно быть богом. Вся эта ерунда у меня с самого детства. Я умею ходить и говорить чуть ли не с рождения. В пять лет я мог решать логарифмические уравнения и тому подобную дрянь. Многое я натворил. У меня была и есть власть. Женщины, деньги и всё, что возможно. Но всё это мелко. Всё это неинтересно. Я всегда хотел идти дальше. Проблема в том, что я пока не знаю, как и что мне делать. Благо, что есть время подумать. Много времени. У меня будет свой дом. Дом, куда будет не войти без моего ведома. Дом, чьи стены не сжечь и не порушить. А если меня достанут и там, я смогу уйти так быстро, что они ничего не поймут. Телепортация? Мало из моих развлечений. За последние пять месяцев было замечено активное передвижение гражданина Великобритании, чьё присутствие на больших светских вечеринках, галереях современного искусства, музеях, театров и подобных мероприятиях по всему миру наводило на мысль, что данный субъект является скульптором реальности, склонным к телепортации. Судя по наличию математического образования, он использует свои знания в расчётах точки входа и выхода из процесса перемещения. Также было замечено, что... Занимается коллекционированием картины-скульптур, причём скупал не отдельные работы, созданные в определённом стиле, и лежат одного создателя, а всё без разбору, будто бы пытаясь найти свой определённый стиль. Агент. Внедрённая в состав труппы. Театра познакомилась с субъектом, запись диалога предоставлена ниже. Начало знакомства пропущено. Агент. Так говорите, вы любите путешествовать? Да, не люблю подолгу задерживаться на одном месте, однако у меня, как у прочих достойных людей, существует свой, родной душеякорь. Агент. И где же у человека, так часто меняющего своё жительство, находится дом? Извините, но это уже не та информация, которую я готов поделиться. Кстати, как вы думаете провести свои выходные? Агент. Давайте я лучше оставлю вам свою визитную карточку, а там вы мне позвоните и мы решим. Хорошо. Берёт визитную карточку, в которой ранее был вмонтирован GPS-маячок. В это же время агент. Под предлогом срочной встречи с сестрой покидает здание театра. В дальнейшем, судя по данным GPS-маячка, заходит в мужской туалет и перемещается на глубину 312 метров ниже уровня моря. В окрестностях города назначил встречу агенту в день открытия галереи современного искусства скульптором. Во время рассечения ленты в знак открытия была воспроизведена торжественная музыка, в которой был вмонтирован мем-агент, заставляющий заражённых на протяжении суток совершать ошибки в математических расчётах. По истечению двух часов после начала мероприятия в помещение врывается группа неизвестных вооружённых людей, чьей целью являлось спровоцировать перемещение. Судя по данным GPS-маячка, субъект, пытаясь совершить телепортацию к месту нахождения своего поземного убежища, ошибается в расчёте, тем самым оказываясь на 215 метров глубже предполагаемой цели прибытия, что впоследствии приводит к его смерти. Скульптор реальности считается устранённым. Люди отвратительны. Мерзкие людишки недостойны даже существовать. Топтать этот проклятый комок межгалактической грязи. Грязное отребье. Они не понимают свои силы, своего могущества. Общество давно уже погрязло в раздорах и мелких ссорах. Сила человечества в единстве. Да, мне приснился сон. Ангел разложения поведал мне мою миссию. Я избранный. И я должен напомнить люди моих единстве. Как это сделать? Сказать прямо? Нет, они лишь засмеют и посчитают безумцем. Безумцем? Меня? Избранного? Нет уж. Лучшая призову к силе, создавшая с кучки грязных обезьян людей. К эволюции. Да, революция эволюции. Это будет забавно. Когда из района начали поступать сообщения о мутациях среди населения, сперва было высказано предположение о появлении нового аномального объекта. Изменения людей были хаотичны и часто губительны. В силу чего смертность среди подвергшейся данному воздействию составила около 70%. Личность предполагаемого носителя феномена была быстро определена. Его организм понес наиболее сильные перемены в строении. При этом он остался жив. Однако, благодаря качественной работе разведывательной службы, стало ясно, что на этот раз фонду пришлось иметь дело не с SCP-объектом, а с зелёным, обладающим весьма специфическими желаниями и методами их воплощения в жизнь. И несмотря на ограниченный арсенал способностей новоявленного скульптора, попытки его устранения проваливались одна с другой. Субъект к тому моменту успел получить около 9 дополнительных чувств, включая развившееся сверхчувствительное восприятие, способность к телепатии и несколько органов, способ функционирования которых определить не удалось, что позволило ему значительно расширить рамки применения своих сил. Кроме того, на момент обнаружения его внутреннее строение уже принципиально отличалось от человеческого и продолжало непрерывно изменяться, что сводило на нет попытки поразить жизненно важные органы. Около сотрудников, участвовавших в попытках его уничтожения, были значительно изменены. Из них впоследствии погибло. За прошедшее время скульптор успел значительно улучшить контроль над своими действиями. Смертность среди подвергшихся его воздействию резко упала до 5%. Изменения стали направленными. Ещё через двое суток жертвы зелёного сформировали единый организм. Силу статичности образовавшегося существа и отсутствии у него опасных свойств, кроме постоянного телепатического призыва окружающих к объединению, устранение скульптора оставалось приоритетной задачей. Ещё через сутки случилось неожиданное. Существо, претерпев новый набор изменений, поглотило своего создателя, причём явно помимо его воли, получив все его способности. Зона влияния существа начала экспоненциально расширяться, а объединение стало проявляться почти мгновенно при первом же телепатическом контакте, преображая людей в живые передатчики сигнала, а сознание добавляя к общему разуму существа. Оно также начало кардинальные изменения строения пространства-времени в районе своего изначального нахождения, что привело к невозможности применения большинства мер по его уничтожению. В ходе спецоперации в образовавшуюся 8-километровую зону отчуждения был доставлен сотрудник класса D, заражённый мощным мимагентом, вызывающим острую социопатию. Сразу же после его поглощения существо резко прекратило воздействие на окружающих. Содержание телепатического сигнала сменилось на бессвязное выражение гнева и ненависти. Спустя 2 часа зона пребывания существа схлопнулась, не оставив и следа. Изменённые им индивидуумы, несмотря на зачаточные проявления способностей скульптора, оказались по большей части нежизнеспособны, ввиду отсутствия какого-либо сознания. Полученные биологические образцы и иные материалы исследуются. Среди населения пущен слух о неудачных испытаниях экспериментального оружия. Свидетелем введенной амнезиаке.